Здравствуйте, дорогие друзья! Я доктор Ирина Березовская. Я вас приветствую на своем канале в youtube и сегодня мы поговорим на тему послеродовой депрессии. Это очень актуальная тема, о ней говорят и пишут много и всюду. И мы обсуждали эту тему в вебинаре, который так и назывался послеродовый период. То есть мы поднимали этот вопрос, вопрос психоэмоционального состояния женщин послерода. Тем не менее на эту тему существует очень много мифов и слухов, потому что существует такое выражение, что современные женщины более капризны, разбалованы, поэтому послеродовая депрессия на самом деле это несуществующий диагноз и большинство женщин на самом деле не страдают послеродовой депрессией. Так ли это? Вот как раньше, например, женщины, наши бабушки особенно, могли рожать по 8-12 детей, то есть они постоянно беременели, рожали, кормили, беременели, рожали, кормили, беременели, рожали, кормили. А теперь современные женщины родят одного-двух детей и жалуются на то, что у них послеродовая депрессия. Так вот, если говорить о том, есть ли какие-то предпосылки к тому, что меняется психоэмоциональное состояние женщины после родов, то мы должны понять, что действительно в организме женщины происходит немало изменений. Вообще, в жизни женщины происходит немало серьезных изменений. Итак, на физиологическом уровне, то есть на уровне тела, что происходит? Вот смотрите, 9 месяцев беременности – это одно состояние, которое характеризуется кардинальным изменением, особенно со стороны физического тела, уровня гормона. И вот 9 месяцев прекращается родами. Роды сами по себе – это энергозатратный процесс, изнуряющий процесс. И сразу же после родов идет резкое понижение многих гормонов – стероидных гормонов, половых гормонов, потому что основным производителем гормонов является плацента, то есть плодное место, которое уходит, вместе с ребенком, то есть рождается как послед, и на этом вообще вся беременность прекращается. Так вот, это понижение гормонов приводит, конечно же, к тому, что есть изменения и со стороны психоэмоционального. Мало того, репродуктивная система должна прийти в норму, и на это уходит приблизительно 4-6-8 недель, то есть это 2 месяца, когда матка и яичники приходят в норму. Яичники начинают функционировать не раньше 6 недели после родов, это в основном у не кормящих грудью женщин. У кормящих грудью женщин овуляция может восстанавливаться длительный период, вплоть до конца послеродового периода. И таким образом это тоже может сказываться на психике женщины, на ее психоэмоциональном состоянии. И еще один важный факт, женщина начинает кормить грудью, значит в груди появляется молоко, происходит процесс лактации, и очень часто женщины жалуются на боль груди, потому что есть лактостаз, через это проходит практически любая женщина, которая начинает кормление. И вы знаете, что как раз боль груди является одной из самых частых причин, почему женщины прекращают кормление грудью. Таким образом, вот на фоне физического тела происходит очень много изменений, но также происходит на фоне психики, психоэмоционального фона, потому что женщина вступает в совершенно новое состояние, состояние заботы о новорожденном. И даже если до этого она читала массу книг, смотрела видео, ходила на курсы, училась, беседовала с подругами, приход в ее жизнь, но ребенка, особенно первенца, это всегда очень такой беспокойный момент, потому что женщина начинает переживать. Переживать достаточно ребенок высасывает молока, то есть хорошо ли он, достаточно ли ему пищи, скажем так. Любые высыпки на коже у младенца воспринимается, как что-то серьезное. Я помню, когда я поцеловала своего внука, моя дочь чуть ли не в панике прибежала, что на ножке какое-то красное пятно, и мне пришлось успокаивать, что это всего-навсего моя красная помада. Также происходят другие заботы, то есть на самом деле это абсолютно новый период жизни, и женщина не досыпает, она не доедает. И таким образом, так или иначе, это сказывается на психоэмоциональном фоне. Кстати, женщины более плаксивы, более такие раздражительны после рода, особенно первые недели. Еще один важный факт, это изменения на бытовом уровне. Скажем, если раньше женщина, в том числе беременная, могла делать очень многие, ну скажем, занималась многими обязанностями и могла выполнять многое, то с рождением ребенка первой недели у нее уходит только на заботу о ребенке. Женщина в послеродовом периоде иногда не успевает ни покушать, ни принять душ, не говоря уже о том, что пообщаться с мужем, заняться какими-то другими делами, уборкой, например, дома или сходить в магазин и тому подобное. Поэтому на самом деле жизнь вот эти первые недели, это бывает такой реальный хаос, несмотря на какую-то подготовку женщины к этому, то есть она знает, что вроде бы все это должно быть, что она это все сделает, но самым лучшим образом, но как не говори, как не готовься, все-таки бывают вот эти промахи. И еще один важный момент, что женщина часто на социальном уровне становится изолированной, потому что основная задача – это забота о ребенке. Основной – это как раз грудное скармливое, это пеленки, если они есть, там одежки, стирки, это уборка дома и плюс переживание о фигуре. Поэтому часто женщины в послеродном периоде становятся затворницами и не ходят, не общаются с другими людьми, пока ребенок не подрастет немножко, пока она чуть-чуть не освободится. Все это, естественно, складывается, откладывает большой отпечаток на психоэмоциональном состоянии женщины. Поэтому, естественно, что женщины после родов не всегда эмоционально справляются с новыми своими обязанностями, с новым положением. Поэтому неудивительно, что от 80 до 90 процентов женщин после родов имеют так называемые послеродовые блюзы или то, что мы называем дисфорией настроения. То есть это расстройство настроения и это вполне нормальная реакция. Послеродовые блюзы возникают приблизительно с третьей-четвертой недели после родов. У некоторых женщин может быть раньше. И они проходят сами по себе обычно в течение трех-четырех недель. Достаточно женщине выспаться, организовать свой рабочий день, то есть день заботы о ребенке, хорошо питаться, получить определенную помощь от окружающих. И такие послеродовые блюзы проходят. Конечно же, окружающие должны понимать, что эти послеродовые блюзы имеют физиологическую базу. Поэтому не нужно придираться к женщине, говорить, что она плохая мать, что она думает только о себе, что в первую очередь нужно думать о ребенке. В этот период очень важно поддержать женщинам. Но существует также послеродовая депрессия. Она возникает чаще всего через три-четыре месяца после рода. И, конечно же, женщин может послеродовые блюзы перейти в послеродовую депрессию. Но, еще раз повторю, чаще всего симптомы нарастают как раз через три-четыре месяца, когда уже режим у ребенка как более-менее восстанавливается. Он начинает реже кушать и вообще жизнь налаживается. Чем характеризуется послеродовая депрессия? Она имеет такие же признаки, как и обычная депрессия, как заболевание психиатрическое. Но мы ставим диагноз в тех случаях, когда эти признаки, эти симптомы длятся больше двух недель и они даже нарастают. Поэтому не всегда, если женщина жалуется на усталость, на бессонницу, это является признаками, скажем, депрессии. Что важно помнить, что нужно, чтобы было минимум пять симптоматических критерий из девяти обязательных при постановке диагноза депрессии. Но также важно понимать, что депрессия это ненормальное состояние, как говорят некоторые, типа выспись и все у тебя пройдет. Потому что, еще раз повторю, мы смотрим вот этот период нарастания симптомов или появления симптомов, он продолжительный, он не меньше двух недель. И это важно понимать. И также мы учитываем, были какие-то, ну скажем, проблемы с настроением, с депрессией, до рода и до беременности и при беременности в частности. Что, какие симптомы мы включаем в те, которые могут быть при депрессии? Они, еще раз повторю, могут быть и частью нормального послеродового периода. Но это далеко не всегда, ну скажем, это мы должны учитывать, потому что поставить диагноз послеродовой депрессии не так просто. Один из таких признаков, например, это изменение веса. Вес после беременности, после рода, он падает, понижается. Но у некоторых женщин, наоборот, они поправляются. И это один из признаков может быть депрессии тоже. Особенно, если женщина не сидит на диетах, нормально питается. Но в то же время, признаком депрессии может быть понижение иммунитета, аппетита. И наоборот, ну скажем, женщина кушает все, что ей попадается на глаза. Еще один признак, который характерен для депрессии, это бессонница, это проблемы со сном, особенно в ночное время и сонливость во время, ну в дневное время. Но, честно говоря, женщина после родов, она часто не досыпает, потому что ребенок маленький, требуется заботы о нем. И поэтому не всегда это признак депрессии. Поэтому мы тоже не всегда его можем учитывать, как диагностический критерий для депрессии. У женщины чувство вины, что она плохая мама, она постоянно грустит. Женщина теряет интерес к той активности, тем вообще делам, которые она раньше делала с большой охотой, которые приносили ей удовольствие. То есть у нее теряется вот это удовольствие от выполненной работы. Женщина не может концентрировать внимание, особенно у нее начинаются проблемы с памятью, то есть она становится рассеянной, что тоже бывает переутомление. И как раз переутомление, слабость, общая слабость, это тоже признаки как депрессии, так и нормального состояния в послеродовом периоде. Ну и один из таких признаков, на которые всегда необходимо обращать внимание, это мысли о суициде, то есть о том, что женщина постоянно возвращается к мысли о том, чтобы покончить жизнь. Это очень тревожный признак, на него нужно обращать внимание. Вообще чувство вины и беззащитности, и в то же время своей бесполезности, это тоже одни из признаков, как и депрессии, но также они могут быть и в послеродовом периоде, когда женщина переутомлена. И ряд других, но просто хочу сказать, что действительно поставить диагноз послеродовой депрессии непросто. Но если в течение 2-3 недель состояние не улучшается, даже если установлен режим, даже если женщина питается нормально, высыпается, но у нее не проходят вот эти такие, ну скажем, признаки депрессии, то обязательно нужно обратиться к врачу. И здесь не важно, что говорят другие, не важно, что говорят другие, что и плохая мама, только думаешь о себе, как раз ребенку нужна счастливая, здоровая, радостная и полноценно функционирующая мама. Поэтому очень-очень важно, чтобы помощь была оказана своевременно. И антидепрессанты, препараты, которые применяются для лечения депрессии, они не противопоказаны при грудном скармливании, на самом деле. Есть ряд препаратов, которые можно принимать и при грудном скармливании. Кроме того, существуют и другие методы лечения депрессии. Поэтому еще раз повторю, если признаки не проходят, если это 3-4 месяца после родов, кстати, после родов депрессия не обязательно возникает сразу после родов. Она может возникнуть в течение целого года после родового периода, то есть может возникнуть в любое время. И важно учесть, что если признаки нарастают, если женщина не может совладать с собой, то нужно все-таки обратиться за профессиональной помощью. Мы будем на эту тему еще говорить. Надеюсь, что вам понравилось это видео. А если да, то ставьте лайки, делитесь с ним другими. И до встречи на YouTube. Всего хорошего!